Перед выступлением Аня Киселева снова и снова повторяет свою партию. Девочка на конкурс приехала из Лазаревского. Вместе со своим ансамблем «Рушничок». С недавних пор она играет на металлофоне. Он красиво звучит, у него более красивый звук, так можно сравнить его с дождем, капельки дождя, или может как колокольчик звучит. Еще я взяла его, потому что мне на нем удобнее играть, так как я уже еще и играла на фортепиано, и поэтому он чем-то похож, и мне было удобнее на нем играть. Этот краевой фестиваль-конкурс детского творчества «Адрес детства Кубань» уже пятый по счету. Он проходит один раз в два года и неизменно вызывает широкий отклик у всех творческих коллективов города. На муниципальный этап конкурса приехали только те, кто успешно выступил в своем районе. Оценивать конкурсантов приехала профессиональная жюри из краевой столицы. Из года в год идет тенденция к тому, что находятся новые звездочки, которые яркие звездочки зажглись, они уже получают более профессиональное образование. Они уже начинают расти профессионально, уже начинают светиться не только в своем, допустим, районе, в котором они зажглись, но и уже приезжать на краснодарские, скажем так, на краевые мероприятия. «Адрес детства Кубань» – это все возможные виды детского творчества. Декоративно-прикладное искусство, картины, фотографии. Самая волнительная часть конкурса – концерт с участием лучших детских творческих коллективов и исполнителей. Здесь и хореография, и вокал, и театральный жанр. Я знаю, что в творческой программе готовится много сюрпризов, в том числе и выступления сводного кора. И поэтому, я думаю, для детей это действительно праздник. То есть, они готовились, они шли к этому, и сегодня будет подведение итогов, которых все ждут. По итогам городского этапа конкурса будут определены лучшие программы и исполнители, которые в мае будущего года отправятся в Краснодар на финал краевого фестиваля конкурса.